Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей «Город» в студии Наталья Гудкова. Наши корреспонденты подготовили информацию о главных событиях этого дня, 7 августа. Смотрите в ближайшие минуты. Стоп! Нелегал! По всей области началась охота на мигрантов. За взятку ответили. Областная прокуратура вынесла приговор бывшим сотрудникам правительства. Не хуже, чем за границей. В Калининграде прооперировали младенца с врожденным пороком сердца. Вместо психолога бумага мастер из Литвы привезла в Калининград персональную выставку и с ее помощью выводит людей из депрессии. Вышла на прогулку без нижнего белья. Калининградка прошлась по городу, в чем мать родила. А теперь подробнее. Сезон охоты на нелегальных мигрантов открыли в Калининградской области. По итогам рейдов было задержано более сотни человек. После нашумевшей драки на столичном рынке борьба с нелегалами началась по всей стране. Вместе с сотрудниками миграционной службы и полиции на поиски гастарбайтеров внезаконно отправилась Анна Николаевич. В этом дачном домике инспекторы миграционной службы обнаружили сразу 18 человек. На одного постояльца здесь приходится всего полтора квадратных метра, а по нормам жилплощади должно быть все 20. И такие резиновые квартиры не редкость по всей области. Только за полчаса рейда в одном садовом обществе «Колосок» полицейские вместе с сотрудниками миграционного контроля задержали больше полусотни гастарбайтеров. Как оказалось, с документами не у всех все в порядке. Здесь живем. Работаем только здесь. Литовский вал живем. Документ на одежде остался там. Не слушают ничего. Забрали. Десятки иностранных рабочих живут не только в дачных обществах, но и даже в элитных новостройках. На трехкомнатную квартиру на первом этаже дома на улице судостроительные соседи давно уже писали жалобы. Владелец квартиры сдают ее всем желающим и заселяют туда целые бригады гастарбайтеров. В итоге дом превратился в проходной двор. Здесь постоянно сменяются постояльцы и слышен шум. У вас документов нет? Да. А почему? Где документы? А? Я смотрел, наверное, два года назад. Ты по-русски понимаешь, нет? А? Нет. Понимаешь, нет? Все одеваемся. На этот раз участковым удалось задержать только двух нелегалов. Этих уроженцев Узбекистана выдворят с территории Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства. Молодые люди работали на стройке, но не получили никаких документов на этот вид деятельности. Кстати, именно стройка – самое популярное место среди приезжих. Поэтому на такие места сотрудники правоохранительных органов выезжают чаще всего. В конце июля за пару часов рейда в пригороде Балтийска оперативники задержали больше 30 таких нелегалов. Пять из задержанных скоро поедут на родину за грубые нарушения законов. Еще один рейд сотрудники правоохранительных органов провели на центральном рынке Калининграда 1 августа. Здесь всего за час задержали больше трех сотен гастарбайтеров. Из них каждый десятый – нелегальный мигрант. Центр по противодействию экстремизму доставлено 264 гражданина, приехавших в наш регион из стран СНГ. 208 лифт дактилоскопированы, сфотографированы и поставлены на учет. С каждым гражданином проведена беседа. Миграционные законы нарушают не только нелегальные мигранты. Некоторые становятся фигурантами уголовных дел. Так, в начале этого года двое жителей Узбекистана после задержки зарплаты напали на прохожую девушку, когда та возвращалась домой поздно ночью с работы. Вопросом борьбы с нелегалами озаботились всерьез. Федеральная миграционная служба даже внесла предложение переселять их в спецлагеря. Предполагается создание 83 специальных учреждений по всей России. В нашем регионе такой центр планируют открыть в бывшей школе поселка Чехово Магритеновского района. А пока же свои рейды правоохранительные органы будут продолжать и дальше, пока все мигранты не станут соблюдать законы Российской Федерации. Анна Николаевич, Служба новостей город. А теперь к другим темам. Легко отделались. В Калининграде завершилось громкое дело против двух экс-чиновников. Бочарову и Гридасову, сотрудникам департамента топливно-энергетического комплекса, предъявили обвинение в мошенничестве. Истец требовал максимального наказания, но подсудимые отделались штрафами. Дело длилось целых два года. Еще в марте 2011-го Бочаров и Гридасов предложили одному бизнесмену включить его участок в федеральную программу газификации. За это сообщники попросили 500 тысяч рублей. А на подмогу позвали еще двух сотрудников департамента. Бочаров и Гридасов признаны виновными в совершении преступления, предусмотром части 30-й, части 3-й, статьи 159-го главного кодекса. То есть покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения. Рыжов и Медведев признаны виновными в пособничестве в совершении данного преступления. По заявлению потерпевшего, сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль. И таким образом поймали преступников с поличным. В итоге Бочарову назначили штраф в 250 тысяч рублей, Гридасову 200 тысяч рублей, а пособникам досталось по сотне. Вместо одного – два. Двухъярусный мост в скором времени может перестать функционировать. Вместо него, по задумке властей, в городе станут работать два новых объекта – автомобильный мост и железнодорожный. Судьба самого двухъярусного моста пока неизвестна, но сносить постройку никто не будет. Хоть его конструкция и находится в неудовлетворительном состоянии. Дело в том, что с 2007 года мост является объектом культурного наследия. Таким образом, два новых объекта расположатся по обе стороны от него. Они будут располагаться по разные стороны от существующего двухъярусного моста. Наш автомобильный городской мост в створе улиц Будково-Железнодорожная, а железнодорожный мост чуть выше по течению. На данный момент администрации города и Калининградской железной дорогой составлен план мероприятий. А проектная документация будет готова лишь через полтора года. Скорость, координация, прыгучесть и взрывная сила – ключевые качества настоящего тяжелоатлета. На днях в Калининград домой вернулся серебряный призер чемпионата России по тяжелой атлетике среди юниоров Сергей Журомский. Воспитаннику именитого тренера не хватило всего нескольких килограммов до высшей ступени пьедестала. Как калининградец готовился к первенству страны и мог ли наш земляк стать первым – смотрите в нашем следующем материале выпуска. До заветной золотой медали ему не хватило 6 килограммов. На первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров калининградец Сергей Журомский стал вторым в своей весовой категории. В сумме он поднял вес 243 килограмма, но, как признается серебряный призер, он мог бы стать чемпионом России. Было мало времени подготовиться, так еще тут и отдел спорта начинает на тренера, на моего, там, много чего наговаривать. Мне, конечно, было неприятно, потому что, во-первых, его практически все время не было в зале, там, ну, дергали туда-сюда, нас хотели вызывать. Ну, конечно, не смог так подготовиться, так и, ну, мог бы стать и первым. Стать первым, кроме разногласий тренера с отделом спорта, помешала еще и судейская бригада соревнований. В Белгороде на первенстве России Сергей в рывке поднял рекордный для себя вес в 110 килограммов, но эту попытку ему не засчитали. Тренер Сергея Олег Комлев в тяжелой атлетике 30 лет. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, семикратный чемпион и рекордсмен СССР. С конца прошлого века титулованный спортсмен растит молодых чемпионов. Бывалый атлет точно знает, какого соперника нужно побороть на помосте. Сам тяжелый атлет, у него один соперник, это штанга. Есть в других видах спорта, есть такой же, напротив стоит, возьмем борьбу там или еще другие единоборства. Перед ним стоит соперник, кому можно посмотреть в глаза, можно определить, что он хочет. То, смотря на штангу, все зависит от тебя. Стоит вес 220-230. Вот надо будет с ним справиться. На первенстве России его воспитанник с железным противником справился. А обидное второе место не сломило дух нашего призера. Сейчас Сергей на пике формы и в его ближайших планах покорить Европу. Как настоящий спортсмен, он весьма суеверен и перед любыми состязаниями, и даже во время тренировки через штангу ни в коем случае не переступает. Как это говорится, она может либо тебе упасть на голову, либо придавить. Там уже было такое, поэтому я теперь не переступаю. Это было где-то года два назад. Я ворвал 105, и она мне как дала в лоб. Уже сейчас Сергей вместе с тренером активно готовится к Кубку России. Он пройдет в конце этого года. Упорные тренировки, правильное питание и точный распорядок обязательно принесут нужный результат. Уверены калининградские тяжелоатлеты. Екатерина Ефимова, Дарья Веклич, Дмитрий Казаков. Служба новостей. Город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Не хуже, чем за границей. В Калининграде прооперировали младенца с врожденным пороком сердца. Вместо психолога бумага мастер из Литвы привезла в Калининград персональную выставку. И с ее помощью выводит людей из депрессии. Вышла на прогулку без нижнего белья. Калининградка прошлась по городу, в чем мать родила. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Калининградцы получат новые квартиры. К первому сентября все школы региона отремонтируют. А велосипедистам запретят ездить по автомобильным дорогам. Об этих и других не менее интересных новостях вам расскажет более подробно мой коллега Дмитрий Саранча. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом школы подготовят к новому учебному году, а для детей создадут наиболее комфортные условия. Кроме этого, в ближайшее время все учебные заведения свяжут с системой центрального отопления. Сейчас более 10 школ региона подключены к котельным. Министерство транспорта разработало проект изменений правил дорожного движения. Лицам до 14 лет можно будет ездить по автомобильным дорогам только в сопровождении взрослых. Также документ разграничивает понятие велосипедная дорожка, велосипедная полоса движения и велопешеходная дорожка. На последние для велосипедистов ограничат скорость движения. Новые квартиры ждут более 70 калининградских семей. Речь идет о жителях аварийных домов. Их расселят по адресам. Улица Беговая, 66-68. Переулок Сурикова, 7. Улица Мира, 5. Улица Летняя, 8. И переулок Южный, 2-6. Во дворах домов построят детские площадки и стоянки для автомобилей. Калининградцы смогут отпраздновать новоселье еще до наступления 2014 года. На Приморском кольце скорость движения временно ограничили до 60 км в час. Это связано с ремонтом дороги. Трассу от выезда из Калининграда до Зеленоградска обрабатывают специальной эмульсией. Это делается для укрепления дороги. Работы продлятся несколько дней, пока эмульсия не выпарится. Курсы валют на 8 августа. Доллар США, 32 рубля, 98 копеек. Евро, 43 рубля, 87 копеек. Литовский лит, 12 рублей, 69 копеек. Польский злотый, 10 рублей, 40 копеек. 7 августа в Калининградском региональном перинатальном центре выписали уже 20-го новорожденного с врожденным пороком сердца. Ребенок вместе с мамой там прошел реабилитацию после операции в Федеральном сердечно-сосудистом центре. Благодаря взаимодействию этих двух учреждений детей с этим недугом не надо вывозить за пределы области. Успешно оперировать можно и здесь, причем абсолютно бесплатно. По мнению наших медиков, это большой прорыв. К такому вниманию со стороны журналистов маленькая Лиза еще не готова. Но у нее все еще впереди. Ей всего три недели. Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Сегодня их с мамой Марии Соловьевой уже выписывают. Наблюдалась и рожала девушка в области. Сердечную аномалию выявили только после родов. Выявили, так получается, ребенку неделю было поставить диагноз. То есть во время беременности ничего не стало. И где наблюдались? И где наблюдались? Я наблюдалась в Зеленоградске, я рожала в первом роддоме. Зачастую на патологию влияет здоровье матери. Но факторов может быть много. Важно своевременное наблюдение. По статистике, количество детей с врожденным пороком сердца растет с каждым годом. В мае за один только день его диагностировали сразу у трех детей. Их удалось срочно прооперировать. Всего операции сделали 27 малышам. Сложнее всего с недоношенными детьми. Им необходима реабилитация. По словам главного врача Ивана Марчука, в их центре с этим все в порядке. Вместо психолога бумага и ножницы. Мастер из Литвы предлагает снимать стресс с помощью вырезки из бумаги. 7 августа в Историко-художественном музее открылась персональная выставка ее работ. В свое время Лаймутя Федосеева так увлеклась вырезкой, что сейчас преподает ее взрослым и детям. Для желающих успокоить свои нервы бумагой проводят специальные мастер-классы. Подробности далее. Корни, корневая система – это подземный мир. Там всякие рыбы, змеи, всякие гады. По словам Лаймута, начинать смотреть выставку лучше всего с этой работы. Она символизирует внутренний мир человека. В ней, по словам автора, чувствуется успокоение. А именно оно и должно приходить во время создания бумажной картины. Это занятие, оно, конечно, само по себе, как и любое творчество, оно очень втягивает в себя, вовлекает в действие. И, безусловно, в процессе работы это, скажем, сосредоточение такое, оно, конечно, позволяет и успокоиться. Обрести же полное спокойствие, по словам мастера, можно уже на первом занятии. Для этого вам понадобится только бумага, ножницы и идея. Любая из картин автора несет в себе свою энергетику. И в зависимости от настроения, в ней каждый раз можно увидеть что-то новое. Научиться же такому можно будет на мастер-классе, который уже пройдет в эти выходные. Чтобы попасть на персональную выставку или мастер-класс по вырезке из бумаги, необходимо приобрести единый билет в историко-художественный музей. Занятия 10 и 11 августа начнутся ровно в 11 часов. Телефон для записи 45 37 44. Кристина Булыцына, Дмитрий Казаков, служба новостей, город. Сегодня утром в районе площади Васильевского калининградцы наблюдали последствия аномальной жары. Одна из жительниц города, видимо, не выдержала зноя и устроила дефиле на улице прямо в чем мать родила. Хотя, по словам очевидцев, градус этой дамы имел совсем другое происхождение. Это видео с мобильного телефона прислал к нам в редакцию один из прохожих. Женщина бальзаковского возраста без всякого стеснения и одежды спокойно двигалась в сторону литовского вала. Причины такого поведения остаются загадкой. Но, видно, дама не очень опрятна и явно под шофе. Особой реакции у прохожих такая афродита не вызвала. Что с ней стало дальше, также неизвестно. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Если вы стали свидетелем интересных событий и хотите стать народным корреспондентом Первого городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Или пишите на наш электронный адрес канал1sobaka.mail.ru А я напоминаю, что все новости дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ru В студии была Наталья Гудкова. Всего доброго. Берегите себя. Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Продолжение следует...